Вот именно алгоритм введения живого человека в суде, да? Да нету никакого алгоритма, и не будет никогда. Это не программа, у всех все по-разному. Судьи все разные, суды все разные, ситуации все разные, люди все разные приходят. Даже погода разная, все разное. Да. Не будет никогда алгоритма. А зачем паспорта отдал? Ты уже признал, что ты фамилия, имя, отчество. Ты уже свидетельствовал. Куда вы лезете, не знаю, бродую. Сишка в том, что, блин, тут хату можно потерять, у меня просто двое детей. Как ты можешь потерять то, что не принадлежит тебе? Зачем ты в тему живых залазишь? Сам назвался табуреткой говорящей. А потом какие-то волезвения читаешь. Ну какая воля у табуретки может быть? У него нет воли, она говорить не умеет. А ты, по идее, должен был сам это все осознать. Сам, понимаешь, сам, его никто за язык не тянул. Он зашел и сам сказал, кто он. Еще и паспорт отдает, нате, делайте с моей персоной что хотите. Ну так что с тобой делать-то? Ну ты сам так решил. Так ты говоришь о том, чего сам не знаешь. Где тут осознанность, я ее не вижу абсолютно. Ты мало того, что не соображаешь, что ты делаешь, ты еще и не понимаешь, что ты говоришь. Я хочу, чтобы ты сам начал соображать. В теме живых действует принцип самоопределения, саморазвития, самообразования. Научись трактовать каждое слово. С чего нужно начать? Как повысить свой уровень осознанности? Как осознать ситуацию? Начинать нужно с вопросов. Двигатель прогресса это вопросы. Самый главный вопрос, зачем? Вопросы, вопросы, миллион, триллион вопросов. Кто вы и чего вы хотите? Не кто такой человек, а что такое человек? Еще раз спрашиваю. Ты кто? Какое тело? Почему плюс? Что такое живое? А без души что, не живое? Бактерия живая? У нее есть душа. А у микробы машина живая? Вопрос это и есть проявление воли. Ну так вот задавайте сами себе вопросы. Чем больше осознанность, тем больше последствий. Я по два раза, по два раза, не повторяю, не повторяю. Ложка, это не сама ложка, это название ложки. Зеркально все происходит, зеркально. Я не знаю, кто ты, но я тебя побрею. Алло. Алло, здравия тебе, друг. Здорово. Слушай, подскажи, пожалуйста, есть время, там, минут пять? Я ненадолго тебя задержу. Слушаю. Вопрос такой, на апелляционной жалобе был, то есть по ипотеке. Отдал паспорта в руки, то есть, ну и представителя паспорт. Но зачитал после этого волеизъявление. И вынесли решение, то есть, иск первой инстанции не отменять. То есть, ну, без движения оставили. А в чем ошибка была моя? А зачем паспорта отдал? Вот, я вот тоже вот что-то у меня, блин, такое, это. Заходите, то есть, паспорта отдавайте, то есть. Он говорит, вы, Ильюгин Игорь Владимирович, я говорю, да. Но я лишь думал, что после того, как я зачитаю волеизъявление, все будет по-другому, а тут вот в этом ошибка заказалась. Так ты уже сам сейчас, ты уже признал, что ты фамилиями отчества, ты уже свидетельствовал. Ну, понятно, да. После того, что после того я сделал, то, что зачитал волеизъявление, это все фигня, да, получается? Ты зашел, разрешил, это, сказал, что сохранение всех прав и свобод. Тебе пригласили, или ты сам зашел? Да, я сказал, что можно зайти в сохранение всех прав и свобод. Они говорят, да, заходите. Ну, тебе сказали, отдай персону, ты отдал персону. На, ты делайте, что хотите. Да, 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 да. Что, да? Вот в чем ошибка, да? А зачем взводишься, что там создаешь? Не, нет, я просто, я вот, мне вот как просто я поступать, сейчас Верховный суд будет, но буду дальше подавать апелляцию. Вот там как быть, вот хотел бы просто посоветоваться с тобой. Волики смотрю твои тоже, и вот по этой теме как бы. А там без твоего присутствия, скорее всего, будет. Или ты будешь присутствовать? Да, присутствовать буду, я поеду. Там в Кемерово, хотя я вот в Кассерке сам живу. А это в Кемерово, Верховный у нас в Кемерово почему-то. Я присутствовать буду обязательно. А, ну все. Не совершай ошибки. Я буду. Получается, паспорт в руки не давать. Без паспорта вести. Его не то, что в руки не давать. Его из своих рук никогда не выпускать. Ага. Че, ага? Я же говорил в своих видео об этом. Ну, да, да, ты говорил, это я помню. Я в том плане, что они не могут сказать, тогда мы вас не знаем, и идите отсюда, вон. То есть, типа, ну кто вы такие, как они нас узнают? Ну, кто такие просто? Ты кто такой пришел? Не, ну а ты кто? Ответчик. Ответчик. Ну, ты только что лицом назвался. Ну да, лицо. А так просто заходить и говорить, я человек, то есть хозяин имени Игорь. Ты мои видео видел? Да, смотрел, смотрел. Ну, а че спрашиваешь? Ну, я понял, то есть ошибка, ошибка именно вот в том, что я отдал паспорт в руки, все. То есть они решение оставили. Ты не только паспорт отдал, ты еще фамилиями и отчеством назвался и ответчиком назвался. Все понятно. Ты мало того, что сказал, что ты говорящая табуретка, ты еще и документ на эту табуретку отдал. Угу, ясно. То есть тут стоять на своем, то есть паспорт я не даю, то есть я представляюсь просто устно получается и все, то есть и стоять на этом получается, да? Куда вы лезете? Не знаю, бродую, вообще не понимаю. Ну, ты понимаешь, что фишка, фишка в том, что, блин, тут хату можно потерять. У меня просто двое детей, я вот уже все начинаю просто думать и смотреть. И поэтому я лезу, да, я понимаю, что не все полностью знаю. Но вот у меня выбора просто нету, вот поэтому я и пробую. Сейчас же Верховный суд, то есть. Как ты можешь потерять то, что не принадлежит тебе? В том плане, что они же могут подать сейчас на этот, как его называть, на продажу квартиры и все. Вот в чем делаю. А квартира кому принадлежит? Квартиру я купил, она в ипотеке. Да не ты купила, она персота купила. Перс, ну да, да, извиняюсь, персона, да. Она на персоне сейчас, эта квартира. Ну а свидейство... У тебя свидейство есть? О рождении? На квартиру. Да, да, свидетельство есть, да. Так там что написано, свидейство собственности или свидейство права на собственность? Право на собственность. Ну. Оно везде, что, по-моему, у всех на право на собственность. А кому квартира принадлежит? Персоне, значит, получается. Нет, у персона есть право пользования. Ой, это, право собственности. Право собственности, да. Получается так. А квартира кому принадлежит? Персоне. О, оп, оп, оп. Мне, мне квартира принадлежит. Получается, что мне человеку... Ты что в рулетку это играешь? Лишь бы куда-нибудь ткнуть, возможно, попаду, называется. Я думал, у меня глупых разговоров не будет. Я вот слышал то, что там, я думал, ну нифига себе, вот это бред, а сам оказывается бред несу. Жесть вообще. Ты вопросы задаешь, да, но я просто не знаю, как на них ответить правильно. Вот что получается. Так включай соображение, логику. Свидетельство на право собственности, оно получается на паспорте. Ну, то есть на паспорт записано. То есть на персону, на физлицо. Ну да. Квартира принадлежит мне, но не физлицу же она принадлежит. Да не принадлежит она тебе. Не принадлежит? Нет. Ну живу же я в ней, человек же живет. Не персона, не паспорт же живет в ней. Ну что, я живу на Земле, это не значит, что она моя. Ну. И ты, и я живем на планете Земля. Да, на планете Земля. Ну, ты вот во Вселенной живешь. Что, вся Вселенная твоя, что ли? Нет. Ну. Она продлежит Богу, я не знаю. Ну да, получается. А мы человеки просто. Я просто вижу, звоню посоветоваться, как можно сделать, и что можно сделать вот в этой ситуации, то есть в Верховном суде именно. Потому что там конституционный, и то есть уже все, как бы, это конец. На улице просто не хочется остаться. Что можно сделать? Обжаловать можно апелляционное определение? Ну вот она в обжаловании Верховном суде и получится сейчас. То есть у нас был Краевой суд. Сначала район, а потом Краевой вот прошло. Так обжаловать-то надо по законам РФ? По законам РФ? То есть ты как физлицозно ходить туда получаешь? Зачем? Нет. А как вот алгоритм действия? Подскажи мне, пожалуйста, как это делать? Ох, ты вообще не понимаешь, что происходит. Вообще. Просто, вообще полный ноль. Абсолютно. Ну я согласен, да. Так а что согласен? А зачем вы лезете туда, не знаю куда? Так я не лезу, то они лезут. Они в суды подают. А я вот пробую, что... Я тебе говорю про тему живых. Зачем ты в тему живых залазишь? Если не знаешь, что это такое? Потому что как-то физлицом неохота быть. Так не будем. Нет, ты такой интересный. Ты говоришь, не хочу быть физлицом, сам называешься ответчиком, сам называешься фамилиями, отчеством. Тебе что, кто-то за язык тянул, пистолет в голове прикладывал или что? Ты сам назвался? Ну да, назвался Грузин, полезая в корзину, как говорится, да? Понятно. То есть паспорт в руки не давать просто-напросто получается. В Верховном суде паспорт не давать и фамилиями отчества. То есть говорить, что хозяин имени Игорь. Ты ему... Можно и давать, и можно и не давать. Главное осознавать, что при этом делаешь. Я могу и так, и эдак. Потому что я, ну, владея информацией, я осознаю, что я делаю. А вот ты не осознаешь абсолютно, что ты делаешь. А где брал информацию «Синсекрет»? Где можно почитать про это, про все поподробнее? Где-где? В интернете. Полно информации. Валом. Вот именно алгоритм введения живого человека в суде, да? Да нету никакого алгоритма. И не будет никогда. Это не программа. У всех все по-разному. Судьи все разные, суды все разные, ситуации все разные. Люди все разные приходят. Даже погода разная. Все разное. Да. Не будет никогда алгоритма. Ну, а сайт, может быть, какой-то подскажешь, где можно это посмотреть все. Да какой сайт? Вон, Google, Яндекс. Какие тебе еще сайты нужны? Вбиваешь поиски, живой в суде, и все и ищешь. И смотришь, и видео, и статьи читаешь. Ну, я вот, я-то начал делать, почему так? Потому что у меня женщина, ну, знакомая, зачитала волеизъявление. То есть паспорт она отдавала, все отдавала. Ну, и все, и суд у нее, она суд выиграла. И ты взял ее волеизъявление? Нет, я свое волеизъявление сделал. А почему ее не взял? А она там в профсоюз-союз, то есть. Ну, она там то же самое, в принципе. То есть она там, говорит, что меня не осознает пиздецом, никакое право там ни конкретивное, ни морское, ни отбиралтейское, никакое не применять ко мне. Ты смотришь, волеизъявление на фоне всего этого? Я вообще с тебя охреневаю. Ты зашел, сам назвался табуреткой говорящей. Сам назвал, как эта табуретка называется, фамилиями отчества назвал. Сам себя признал этим фамилиями отчества. А потом какие-то волеизвение читаешь? Да, да, вот так я и сделал. Именно так я и сделал. Вот в этом оказалась ошибка, получается, да? Ну, какая воля у табуретки может быть? Ты задумайся. Вот ты дома уборку наводишь. Ты что, у каждой табуретки, у каждого стула, у каждой вещи спрашиваешь разрешение, можно я тебя подниму? Прояви свою волю. Можно я тебя подниму, чтобы пыль потереть? Да, да, действительно, что за бред? Ты ее вообще не спрашиваешь, подвинул и все. Потому что это табуретка. У нее нет воли. Она говорить не умеет. А у тебя, получается, приходит капитан, к нему заходит табуретка. Табуретка назвалась. Потом смотрит, эта табуретка... А потом табуретка волеизвение какое-то зачитала, там что-то промотала. Да. Я думаю, у нее первая мысль была, а не вызвать ли мне белые халаты? А тут что-то табуретка какие-то непонятные действия начинает совершать. Ясно. Да, тут получается казус, какой-то бред получился. В принципе, из-за этого волеизвления. В общем, надо заходить, не отдавать никаких паспортов и на то, кто вы и что вы. То есть, ну, говорить, что человек, хозяин имени Игорь, все. Больше ничего не говорить, никаких паспортов в руки, тем более не передавать. Ты ответы на вопросы смотрел в прямом эфире? Нет, этот ролик я не видел. Так, е-мое, вы его все звоните, говорите, я все видел. Как только называю первое видео, нет, не видел. Это не видел, то не видел, все не видел. Что ты там посмотрел? Отведу на вопросы. Семь часов, я в прямом эфире отвечаю на вопросы. Семь часов. Вот вам проще позвонить, чем это, вот эти семь часов посмотреть. Ну, бред, да, я с тобой согласен. Не, я тебе сейчас объясню, знаешь, просто я на эмоциях. И видишь, тут состояние такое, как бы, подавленное. И поэтому я тебе позвонил, как бы, думал, может быть, что-то там, какая-то там информация проскочит. Просто понять, в чем ошибся. Что тебе, жилетку предоставить или что? Плечо мужское или что тебе надо? Ни в коем случае. Просто понять, то, что ты сейчас сказал, что не нужно было давать паспорт и говорить, что табуретка, что ты табуретка. Так я это раньше говорил, во всех своих видеох это говорю. А ты, говоришь, я посмотрел, что ты там посмотрел? Ролики, ролики я там видел. Какие ролики? Где ты общаешься? Ну, где общаешься с людьми по этому поводу? Ну, и что, что общаюсь? Так я общаюсь не просто с людьми, а которые тоже осознанные, живые. И для них эти вопросы элементарные. Мы даже их не обсуждаем. Понятно, понятно. Ну, я ошибку понял, в принципе. Ролики дальше буду смотреть, сейчас буду тогда изучать. До Верховного еще время есть там, в принципе. Это после Нового года только все это будет. У меня за последний месяц штук 20 или 30 видео вышло. Ты что, все посмотрел, что ли? Именно на тему живых? Нет. Я все не посмотрел. Ну, так а что тогда говоришь, я посмотрел? Понял, понял я. Я для чего видео делаю? Вот представь мне каждый, вся страна будет постоянно звонить, и я одно и то же каждому буду разъяснять. Я с тобой отойду. Не, не, я понял тебя. Я понял тебя, слушай, друг. Я тебя понимаю, да, это бред. И я сейчас, оказывается, бред несу. Я хотя слушал, думаю, блин, да, как люди не понимают. А когда начинаешь там общаться, ты вопросы задаешь, и все. И тут на место все становится. А вот это называется живое общение? Вот это вот живое общение, да. Потому что, когда слушаешь ролик, блин, извини, что перебивай. И когда слышишь ролик, ты где-то все равно в фоновом режиме, у тебя мысли где-то не скачут, я не знаю. А тут общаешься с человеком, и ты просто на место меня поставил сейчас за всех. И это правильно. Ты, кстати, второй человек, который за все время извинился, что перебивает. Да. Которые вот именно звонят, хотят что-то услышать, не дают мне ничего сказать, постоянно перебивают. И вот, ну, уже звонков, наверное, больше сотни точно было. Может, даже за 200. Так вот, из этих 200 только двое. Каждый по одному разу извинился. То есть всего два раза извинились, что перебивает. Я понимаю тебя, да. Тебе сложно вообще эти звонки принимать. Да мне не сложно. Для меня это тоже уроки. Я почему их и принимаю? Потому что я тоже хочу научиться еще лучше доносить до вас информацию. Потому что я делаю видео, вы их смотрите, ничего не видите, слушаете и ничего не слышите. А потом звоните мне и почему-то начинаете слышать. Почему? Я не знаю. Я не могу тебе ответ дать на этот вопрос. Так вот я их... Живое есть общение, оно живое. Вот что. Ты поставил меня на место, и я понял сейчас вот ошибку свою. Да не ставил я тебя никуда. Ну что ты такое говоришь? Не, я в том плане, что ты сказал, что зашел, дал паспорт. Да, я такой-то, такой-то. Вот, пожалуйста. И потом взял, зачитал волеизъявление. И вот тут я облажался. Я тебе просто разъяснил, что ты сделал. А ты, по идее, должен был сам это все осознать. Еще до того, как туда зайти. Может быть, ситуация... Ага, слушаю. Что может быть? Может быть, ситуация еще в том, что вот именно у каждого же свои как-то вещи там идут. Кто-то истом, кто-то ответчиком, кто-то, я не знаю, чем. Или вот все одинаково в этом плане. Вот просто по ипотекам я вот... Нету, да, разницы. То есть все одинаковое, в принципе. Для меня вообще нет разницы. Ну, вообще, реально, ты, наверное, знаешь, реально же, наверное, в Верховном Суде, если все сделать правильно, чтобы они иск первой инстанции отклонили, удовлетворить ходатайство там, Росельхозбанка. У меня Росельхозбанк по ипотеке. Я не знаю, я до Верховного еще ни разу не доходил. Понятно, да, что видишь. Сейчас это все только люди только начинают просыпаться. В этом плане только начинают все понимать, как, блин, нас всех имеют. И тут вот просто интересно вообще, есть какая-то надежда или нет надежды. Или там такие же сидят, я не знаю, в балдахинах этих черных и судят паспорта эти все. Люди не знают правильно, как все это говорить, и просто у всех их имеют. Так можно найти и до ИСПЧ, наверное. Это уже как шутка. Я почему привожу пример к этому, в качестве, говорю, что там как на стрелке. Или вот в камеру, допустим, ты заходишь, тебя спрашивают, ты кто? Ты что им будешь рассказывать, что ты там, это, что у тебя там на какой-то бумажке написано, что ты, ну, какого-то определенного цвета? Да-да-да, там по понятиям, ты кто по жизни. Ну, ты хоть на одной стрелке слышал хоть раз, или видел, я не знаю, участвовал, хоть раз слышал, чтобы кто-то достал паспорт и сказал, вот это я. Нет, не видел. Даже фильмов такого не было. Или показал доверенность вот от смотрящего, допустим, да? Или от авторитета какого-то. Вот у меня есть доверенность, нотариусам заверены. Да нет, 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 конечно. Или свидетельствует о том, что он живой там, представитель такой-то банды. Нет, не видел, не видел. Ну, а ты слышал, чтобы кто-то в камеру зашел и сам добровольно сказал, что он является, что у него нетрадиционная ориентация. Хотя на самом деле это не так. Нет, не видел я такого. Ну, а ты как думаешь, что у вас с ним будет, если он зайдет и скажет? Вот то, что ты сказал, суде, типа это, фамилиями, отчеств. Вот аналоги провожу. Заходит живой мужчина в камеру и говорит, я такой-то, такой-то, определенного цвета. Что с ним будет? Ну, приговор себе подписывает просто. Ну, его что, за стол поставят или ты куда подальше? Да-да-да. Сам, понимаешь, сам. Его никто за язык не тянул. Он зашел и сам сказал, кто он. Его никто не убалтывал, не прикатывал, как говорится, не обосновывал. За поступки не... Его просто спросили, да-да, его просто спросили, извиняюсь еще раз, что перебил. Его просто спросили, кто вы. Да никто его не спрашивал, он просто сам зашел и начал сам говорить, кто он. Его даже не спрашивал никто. На суде меня спросили. Меня на суде спросили, поэтому я ответил. Я просто перевожу в свою ситуацию. Ну, тебя спросили, а есть такие, которые заходят и сами говорят. Это интересно, конечно, посмотреть на такое. Я такой-то, такой-то, вы имеете меня, да? В морали. Не, ну, так в суде так и происходит. Заходит и говорит, я, фамилия, имя, отчество. Еще и паспорт отдает. На-те, делайте с моей персоной, что хотите. Ну да, там в зале мы когда сидели и ждали апелляционную, то есть она говорит, паспорта. Да. То есть ей в этот момент сказать просто паспорт, паспорта нету, да? Или я не паспорт. Вот в таких ситуациях что можно им сказать? Короче, я устал уже это вот доносить в мысли. Я говорю, мне без разницы. Я могу и не показывать, могу и показать. Могу и в руках держать, могу и отдать. Могу на стол положить, а могу это, как говорится, через пристава передать. Мне без разницы. Потому что я могу при этом такие слова сказать, что проведу четкую грань между мной и вот этой персоной. А вы заходите, отдал паспорт и все, и молчишь. Еще не молчишь, ты сам себя ответчиком признал, и сам фамилией, имя, отчество признался. Что ты имя, имя, отчество, фамилия. Ну так что с тобой делать-то? Ну ты сам так решил. Да, 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 сам решил. Сам решил, правильно ты говоришь. Ты сам решил не участвовать в решении, как это, блин, ну как тебе сказать. Все равно, что приходишь с чемоданом денег в магазин, сразу отдаешь и говоришь, все, мне ничего не надо, и уходишь. Понял, понял я в этой ситуации. Ты объяснил мне, да, сейчас, вот теперь я понял свою ошибку. Если бы я даже посмотрел бы все твои ролики, классные, кстати, ролики ты выкладываешь там. Ну а почему я вот, сколько мне звонят, вот каждый раз одно и то же. Я все посмотрел, все послушал, при этом выясняется, что он ни хрена не видел, ни хрена не слышал, и ни хрена не расслышал, и ни хрена не осознал. А вот как только я с ним разговариваю вживую, он сразу все осознает. Ну это все-таки, скорее всего, я говорю, видишь, когда смотришь ролик, у тебя все равно фоновый режим, он где-то ты что-то мыслями где-то можешь влекаться. А сейчас я полностью весь в разговоре с тобой. Вот в чем фишка, наверное, вот из-за этого люди, может быть, и не понимают, на самом деле, что происходит на самом деле. И что они смотрят, ну это как в книгу, знаешь, видишь книгу, видишь фигу. Так же ролик посмотрел, мимо уже пропустил, «А, да, тема живых, это все классно, я все понял, все, я сейчас их всех сделаю». Ну а мне, 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 что делать? Мне что тогда, получается, видео вообще не надо выпускать? Получается, только нам не надо принимать, только вживую общаться? Не, не, да надо ролики. Ну, может быть, не все такие вот, как мы, глупые. Может быть, и есть люди, которые полностью от ролика берут информацию, идут и делают, и все получается, у них и классно все. Надо делать, ты же делаешь, ты же делаешь это все просто, для себя самого получается, ну и для людей. Ты говоришь, хочешь понять, вот, почему это все так происходит? Ну вот, факт есть факт, а факты вещи упрямые. Факты вещи упрямые. Ну что, есть вопросы? Подскажи, подскажи еще, пожалуйста, вопрос такой вот, что бы ты сделал, вот на моем месте, когда я отдал паспорт, ты говоришь, отдавая даже паспорт, можно поставить их на место, то есть и вот эту грань прочертить. Что им можно сказать, даже когда ты отдал паспорт? Я не говорил, что их можно поставить на место. Ну, грань прочертить, чтобы они поняли, с кем имеют дело. Черту, ты сказал, прочертить между собой и ими. А когда паспорт, у них уже все. Ты забудь про них. Ты о себе думай, в первую очередь. Кто ты? Фильм этот, сериал, не помнишь такой был? Вавилон 5. Я не смотрел его, к сожалению. Не смотрел? Ну, зря. Очень познавательный фильм. Так вот там, когда этого командора станции, он попал к этой красе теней, к темным, он долго думал, что у них спросить, потому что там время ограничено, и надо было буквально за минуту выяснить вообще, что происходит. И он задал два вопроса. Кто вы и чего вы хотите? Вот сам к себе эти вопросы задай. Кто ты и что ты хочешь? Понял. Понял. Ну, что понял? Давай мне ответь вот сейчас, кто ты? Я Игорь. Хозяин имени Игорь. Человек. Так Игорь или хозяин имени Игорь? Хозяин имени Игорь. Вот. Хозяин имени Игорь. Это ты назвал принадлежность имени к тебе. А кто ты? Душа, воплощенная в теле. Докажи. Докажи. А как можно доказать? Ну, я не знаю, собака идет. Как можно доказать, что это собака? Все видят, что это собака, и все. Ну, условно. Ты мне вопросы не задавай. Ты мне докажи. Я не знаю, как доказать. Не знаешь. Не знаю, но я честно говорю, не знаю. Как я могу доказать, что я душа, воплощенная в теле. Еще раз. Ты кто? Человек. Что такое человек? Что такое человек? Человесик, человек это наместник Бога. Аллаха, Творца на земле, воплощенного Бога. Я тебя не спросил, чей он наместник. Я тебя спросил, что такое человек? Кто такой человек? Ты сильные вопросы задаешь. Да какие сильные, элементарные основы. Я тебя спрашиваю, из чего состоит вода? Из каких атомов? Не как ее, до какой температуры нужно нагреть, чтобы каток залить, или чтобы суп приготовить. Я тебя спрашиваю, из чего вода состоит? Кто ты? Не дойдет до меня душа, кости, кожа, я не знаю, тело. Вот и человек состоит из чего. Я тебя не спрашивал, из чего состоит человек. Я тебя спросил, что такое человек. Кто такой человек, да? Не кто такой человек, а что такое человек? Я не знаю, что такое человек. А как бы ты ответил на этот вопрос? Что такое человек? Ну а почему ты сам себя называешь человеком, если ты не знаешь, что такое человек? Это все равно, что зайти в камеру и сказать, я такой-то ориентацией или такого-то цвета, и при этом не знать, что этот цвет означает. Ну правильно, верно говоришь, да. Так ты говоришь о том, чего сам не знаешь. Где тут осознанность? Я ее не вижу абсолютно. Ты даже не можешь дать трактовку элементарным словам. Определение. Еще раз спрашиваю, ты кто? Ну тоже человек. Кто? Человек. Что такое человек? Я не знаю, как объяснить, что такое человек. Вот ты буквально сейчас сказал, я не знаю, кто я. Перевожу, суммирую и вывод делаю. Ты сказал, что ты не знаешь, кто ты. Человек это тело плюс душа. Ну вот так вот я могу сказать. Какое тело? Физическое тело. Почему плюс? Физическое. Минуса не бывает? Ну потому что, потому что, потому что физическое тело просто, это, ну, может быть, труп. А когда есть душа, значит, это живой человек. А что такое живой? Что такое живой? Живой, да и определение слова живой. Что является живой? Да, это когда в теле присутствует душа. А без души что, не живой? Без души нет, не живой. Если души нет, ну все, то есть. Бактерия живая? Да, живая. У нее есть душа? Да, есть. Я думаю, что да. Пока она живая, она душа присутствует. А у микроба? Да хоть и чего, все живое. Живая томарная частица, она присутствует, в принципе, во всем живом. Даже говорят, в машине есть душа, если на то пошло. Хорошо, машина живая? Ну, кто как не относится. У меня, лично для меня, моя машина живая, да. Тут отношения, смотря у кого какое к вещам. Короче, это, ты, у тебя нет четкого понимания, о чем ты говоришь. Возможно. Ты мало того, что не соображаешь, что ты делаешь. Ты еще и не понимаешь, что ты говоришь. Ну, ты вот спрашиваешь, кто такой человек, что такое человек. Я вот говорю, это тело плюс душа. Вот это есть человек. Тело плюс душа. И все? Ну, это все, что я могу сказать, да. Может быть, ты чем-то как-то поправишь меня, чтобы... Я не хочу тебя поправлять. Я хочу, чтобы ты сам начал соображать. У меня-то свое есть понимание. И не факт, что мое понимание будет согласоваться с твоим пониманием. В теме живых действует принцип самоопределения, саморазвития, самообразования. Согласен, согласен. Говорит тот, кто позвонил, чтобы задать вопрос. Самоопределение, самообразование. Ну, это понятно. Видишь, у тебя просто есть опыт, опыт, именно опыт, опыт. Это практика ведения дел в суде. Так-то понятно, что мы все разные люди. Но вот именно опыт, он, мне кажется, он один должен быть. Вот этот алгоритм действия в суде. Как нужно вести себя, чтобы они просто не смогли себе даже подкопаться. Опять 25. Я тебе еще раз говорю. Нет, не было и не будет никогда никакого алгоритма. Никогда никакой инструкции о том, как вести себя в суде не будет. Не будет такого справочника, типа, вот если вам, как это, вот, ходят некоторые, пропагандируют там какую-то веру, им задаешь вопрос, они открывают блокнотик, у них там все вопросы записаны и все ответы на эти вопросы. Ну да, да, да. Такая-то страница, такой-то стих. Да, и он тебя начинает зачитывать. Ты ему говоришь, а что, у тебя собственного мнения нету, что ли? Что ты там зачитываешь? Тебе кто-то там написал, а ты читаешь? Ты своими словами расскажи. И все у него затык? Ну да, да, затык. Вот у тебя то же самое. Можешь сказать, ты как понимаешь, что такое человек? Мнение твое интересовало. Я рассказывал в своих видео. Видео рассказывал. Что такое человек? Вот даже если взять официальную версию, ты хоть раз в Википедию залазил, у Google спрашивал, что такое человек? Ты хоть одно определение читал официальное? Ну, такое общепризнанное? Нет, нет, не читал. А? Не читал. Не читал, не читал. Но? Не читал. Так вот надо с азов начинать. С атомов, с молекул, с кварков, с электронов, с протонов. А потом уже учиться готовить суп из воды и заливать каток. Понятно. То есть с азов, с самых низов получается. Научись трактовать каждое слово. Понял, понял. Ну, буду смотреть твои ролики. Буду смотреть, пробовать вникать. Еще раз, еще раз. Тебе вон люди говорят, захлеб смотрят ответы на вопросы в прямом эфире. Кстати, завтра второй эфир будет. А ты же в Ютубе, да, выкладываешь или именно ВКонтакте? Потому что я вообще там номер твой искал и вот только ВКонтакте его нашел. Чего выкладывать? Номер или видео? Не, видео, видео. В Ютубе же выкладываешь? И в Ютубе, и ВКонтакте, и в Телеграме, и в Ватсапе, и где только не выкладываю. Понял. Понял. Хорошо, я буду смотреть ролики в Ютубе. Я подписан на твой канал. Буду там смотреть. Потому что так, да. Но все равно, в любом случае, спасибо тебе огромное за твою работу, что ты делаешь. Спасибо тебе за то, что ты мне подсказал. Вот поясни мне, пожалуйста, что такое слово спасибо? Спасибо? Это благодарность человеку? Нет, благодарность – это благодарность. Это когда благодарят. А что такое спасибо? Я слышал, не знаю, прав я или не прав, правильно или неправильно. Спасибо – это спаси Бог, что ли, что-то такое еще. А почему последнюю букву не пишут? А чтобы значение потерялось. Истинное значение. Ты так думаешь или ты предполагаешь? Думаю, думаю. Конечно, думаю. Ну, а почему не говоришь «Спаси Бог»? Спасибо Бог. Да. С последней буквы почему не говоришь? Почему все говорят без последней буквы, если думают так же? Ну да, в принципе, ты прав. Почему именно так? Ну, видишь, я просто не знал. Я тоже к слову «благодарность», то есть говорю, когда «благодарю», «благодарю». Я ближе мне это слово «благодарю», а «спасибо». Ну, я не знал, что ты в курсе этих дел просто. Настолько ты глубок. А вот теперь ответь мне на вопрос. Если ты даришь подарок, у тебя что-то остается? Ты что-то взамен получаешь, когда даришь? Когда говоришь слово «благодарю»? Нет, я тебе говорю про подарок. Когда ты что-то даришь, у тебя остается радость от того человека. Энергия какая-то, я не знаю. Ну, а подарок у тебя остается? Нет, не остается. А ты когда говоришь «благово дарю», «благово у тебя остается»? «Благодарю». Не знаю, не могу сказать, не буду там что-то гадать. Если ты не знаешь, зачем ты это слово используешь? Ты уже и «спасибо» сказал, и «благодарю» сказал, а при этом не знаешь ни про «спасибо», ни про второе слово «благодарю». И при этом их используешь. Вообще. А что нужно говорить правильно? Это тебе решать. Ты просто разберись. Если ты, вот у тебя есть яблоко, ты с кем-то поговорил и говоришь «яблоко дарю», и отдаешь ему яблоко, он взял яблоко и ушел. У тебя осталось яблоко? Нет, не осталось. Ну, я же его отдал в знак, ну, я не знаю, в знак чего-то там, в знак добра. Ну, у тебя яблоко, подожди, яблоко осталось или нет? Нет, не осталось. А в следующий раз ты что будешь дарить? Ну, еще одно яблоко. Где ты его возьмешь? Там же, где и первое взял. А когда закончится, что будешь делать? Буду искать. Где их взять? Слушай, ну, подскажи, пожалуйста, мне очень интересно это тоже тема, потому что, ну, я часто общаюсь с людьми, ну, и вот всегда благодарю, там, спасибо, говорю. А ты как говоришь? Ты что, вот опять 25. Ты слышал мои видео, я везде говорю «благодарствую». Благодарствую? Да. Ну, вот вещь, я упустил этот момент. А в чем отличается «благодарю» от «благодарствую»? В чем отличие слово «благодарю» от «благодарствую»? Благодарю – это в одну сторону, а «благодарствую» – это взаимно. То есть я получил что-то от тебя, ту же радость, ты мне просто там улыбнулся или там это, ну, просто, как сказать, без слов выразил... Взаимообмен, произошел взаимообмен, да? Да. Да, да. Я ему яблоко подарил, я ему яблоко подарил, а он мне улыбку. Мне радостно на душе, ему материальная помощь, а мне, это душе, как говорится, моральная помощь. Понял. Слово «благодарствую». Взаимообмен благом. Взаимообмен. То есть это вот «благодарю», это просто «благодарю», а «благодарствую». Еще раз поясняю, еще раз поясняю, ты когда яблоко даришь, а у тебя что-то остается? Нет. Ты взамен что-то получаешь? Нет. Так вот, когда ты даришь яблоко, и тебе взамен улыбаются, это «благодарственность» идет. То есть обратная реакция. Да, да, да. А когда ты просто яблоко даришь, то никакого взаимообмена нет. Это все равно, что взял, пошел на почту, отправил и все, и никакой реакции. Подарил же, подарил. А реакции нет никакой. Вот это «дарю» называется. «Дарю», да. Тугодум я, да, в этом плане я вот сейчас прям сижу, что-то, и меня аж ты прям подзагрузил, но тема такая, да, интересная очень. «Благодарствую». Так вот, я тебе хочу сказать, что я в своей жизни такие же моменты испытывал, когда это все осознавал. То есть мозги кипеть начинают. Мозги кипеть, да, начинают. Да, я тебе скажу, что есть такие люди, от которых у меня мозги кипят буквально с первой минуты. Ты общаешься с такими людьми? Да. То есть у меня вот мой уровень, как говорится, развития осознания, он недостаточно высок. Не надо меня ставить на самый верхний там педестал и считать, что я все знаю. Нет. Да я не ставлю. Ну, некоторые так думают. Звонят как к авторитету. Вот ты скажи, как ты скажешь, так я и сделаю. А сами думать не хотят. Ну, классно, классно то, что появляются такие люди. Все равно, видишь, классно то, что появляются такие люди, как ты. Ты общаешься еще с более, там, какими-то, ну, более высокими людьми, я так понял, там, в моральном плане. Осознанность это называется. Осознавать каждое действие, каждое слово. Вот ты со мной разговариваешь, я тебе еще так это легко поправляю. А мог бы вообще до каждого слова докапываться. Прям до каждого. И у тебя бы за первую минуту просто бы взрыв мозга был. Ты бы даже ничего произнести, ты бы произнести даже ничего не смог. Я вот смотрю, как на ролике, когда ты общаешься, ну, по телефону. Я не знаю, ты, наверное, сейчас тоже этот разговор запишешь и выложишь. Это, я думал, что я-то пообщаюсь нормально с человеком вроде, я все понимаю. А тут видишь, ты мне просто думаешь, что я тоже раз и зарылся. То есть все мы в этом плане. И вот ты представляешь, как я тебя на элементарных словах поймал вообще. Представляю, да. Поймал именно на том, что ты не осознаешь, не знаешь и вообще не ведаешь. Грубо говоря, да не грубо, а вот ты не ведаешь вообще, что ты говоришь. И самое главное даже не то, что ты говоришь, а то, что ты думаешь. Вся проблема в том, что ты думаешь так же, потому что ты говоришь так же. Вот если бы ты думал по-другому Ты бы никогда себе не позволил Сам себя фамилиями и отчеством назвать Согласен, да Ну может там Где-то между нами еще бы назвался А вот в суде это непозволительно Это огромный Как это говорят в простонародье косяк Мощный косяк Назваться паспортом И сидеть еще более заявление зачитывать Это не косяк, это опыт Это опыт, да Если ты будешь рассматривать все свои действия Как косяки, конфетки и кнуты Как гвозди Сел на гвоздь или еще что-то Ты тем самым создаешь образы Вот у тебя сейчас Вокруг тебя возникают образы косяков Там дверных, я не знаю Утиных косяков Лебединых косяков Я не знаю Самокруток Косяков, понимаешь? Да Когда ты говоришь косяк Ты сам это к себе Начинаешь притягивать Ты волю свою проявил На этом А воля человека священная Где-то слышал Это не то, что священная Она исполняется Поэтому не зря Вот мудрецы говорят Будьте осторожны В своих мыслях и словах Иначе они могут исполниться А, вот Будьте осторожны В своих желаниях Иначе они могут исполниться Даже где-то, по-моему, говорили Древнекитайское Проклятие звучало так Да, исполнятся все твои желания И мечты Что-то такое Да, потому что Большинство не умеет думать Да, да, да А из-за того, что не умеет думать Не умеет говорить Вон одна мне женщина Одна женщина мне звонила И говорит Я, говорит, это Что-то, говорит У меня была история Я, говорит, не понимала Почему я попала в больницу И полгода там пролежала А потом, говорит Когда посмотрела твои видео Все-все осознала Мгновенно Я, говорит, до того Как в больницу попасть Месяца два Ходила везде И на работе И родным всем говорила Да отстаньте вы от меня Да дайте мне это Отдохнуть от вас От всех А, ну вот и реализовалась все И только Говорит только об этом И говорила И мечтала Я от вас От всех Хочу отдохнуть Отдохнула в общем Отдохнула Сказала Я хочу Вот сказала Я хочу Пожалуйста На Держи Что хотела То и получила Все верно Да Все верно И кстати Желание Сейчас начинает Рисполняться Почему-то Очень быстро Если раньше На это все Как-то Нужно было Что-то Ну не знаю Все тяжелее Тяжелее Это все давалось Сейчас просто Сказал Бамс Все прилетело Бамс Прилетело Вот это вот Очень интересно Да Процессы ускоряются Мне это давно Заметано Процесс ускоряется Да Вибрация Не знаю Там что-то Повышение вибрации Уровня вибрации Я не знаю Ну Всяких Всяких роликов Там насморишь Чтобы все это Процессы ускоряются Да Так что Либо вы Тут выбор простой Либо вы научитесь Хотя бы говорить А еще лучше думать Правильно Осознавая Что вы думаете Говорите Либо ваши желания Начнут прям Мгновенно исполняться Все к этому идет Ну да Да Людей Есть наверное На планете земля Такие люди Которые ясно видят Ясно мыслят И ясно излагаются А вот ты представь Если вот такой человек Который Скажем так Ну не на 100 А на 99,9% Осознает Что он говорит Вот полная ясность у него Вот он Вот он Если позволит Себе хотя бы На микросекунду Подумать Что весь мир рухнул Как ты думаешь Это исполнится Нет Конечно нет А если он ясно Ясно видит То да Возможно Возможно и рухнет Так вот Чем больше Вот Подсказки везде В фильме Про человека-паука Он там Произносит фразу Чем больше возможностей Тем больше ответственности Чем больше ответственности Да Вот я тебя перефразирую Чем больше осознанность Тем больше последствий И тем больше Обязанности Получается У меня да Ответственности Ответственность Больше всего Специально Наверное Притормаживают В этом плане Наверное Как-то Представлю Я представляю себе Если у тебя будет Осознанность Ну то есть У людей Будет осознанность Высокая А ответственности Ноль Ну тогда да Беда просто произойдет Вот ты мне скажи Вот осознанному человеку Нужна полиция Суды Нет конечно нет Даже совесть Совестному человеку Этому не надо Если была бы Совесть у всех То я думаю Тогда бы не нужно было бы Никаковой полиции Никаких жандармов Никаких судей Ничего вообще Если вдруг Все станут осознанными Зачем Зачем Вот таким людям Тюрьмы Зачем им Уголовный Кодекс Какой-то Да ему Если он даже Где-то Что-то совершит Ему самому Стыдно будет Он сам Сам осознает И поймет И пойдет Сам извиниться Компенсирует И сам себя накажет Его совесть Замучает Его даже Никто наказывать Не будет Потому что Будет видеть Что он сам Мучается От этого Да Ну я смотрю У тебя там Мозги начали Я подзавис Да Я подзавис Немного Как телефоны Они Когда перегреваются Они это Отключаются Вот у тебя То же самое Процесс идет Но это классно Все равно классно Это лучше чем Я не знаю Сидеть и Заниматься Какими-то Плохими вещами А тут все равно Это вот С тобой пообщался И вот уже Многое Что-то из этого Понял Сейчас еще ролики Посмотрю И буду смотреть Конечно Так смотри Их осознанно Понял Ты как включаешь Свою осознанность Можешь поделиться Что такое Смотри их осознанно Это то есть Как это делать Потому что мыслей Вот в течение дня Тебе приходит Очень много мыслей Правильно Вот мы же не контролируем Ход этих мыслей И как Там даже не отсеивать Не получается отсеивать Вот Ты какие-то мысли принимаешь А какие-то То есть Не думаешь Да Бред какой-то Ну я тебе Вот как подходить Как подходить Осознанно Именно вот к этому Вот Я тебе расскажу Как я проводил время Когда Я перевелся В седьмой класс В другую школу И мне надо было добираться По часу туда По часу обратно На автобусе Вот Хотя город маленький В принципе Так вот Я этот час Не просто так тратил А я мыслил На всякие разные темы На любые Вот ты говоришь Лезут всякие мысли Вот я им давал ход Пожалуйста Давайте Жду вас И приходит там Какая-нибудь мысль Я ее начинаю развивать К чему она Начинаю сам себе Вопрос задавать Зачем она пришла Эта мысль Откуда она пришла Для чего Куда она меня Хочет привести Какой вывод На основе Этой мысли Можно сделать И вот она Мыслью Мыслью Она меня выводит Какой-то это Куда-то вот Ведет Ветевата Да Вот мысль То туда зайдет То сюда А то еще куда-то И я Начал себе Эти Реперные точки Ставить Так называемые Остановки делать Вот идет Идет мысль Я хоп Стоп Че так Че Куда мысль Идешь В каком направлении В позитив Или в негатив И сам смотрю За своим состоянием Лучше Мне становится Или хуже Веселее На душе Или наоборот Грустнее Если грустнее Я говорю Стоп Мне эта мысль Не нужна Все До свидания Я тебя больше Думать не буду Следующее Критерии Критерии оценки Для тебя позитив Либо негатив Получается Да по-разному По-разному Зависит от ситуации От мысли И обстановки По-всякому Если ты идешь В бой И там Я не знаю И тебе нужно Очень жестко Пообщаться То тут возможно И пригодятся Негативные мысли Но опять же В рамках Ну да Да в рамках Потому что Видишь На негативе Можно и ошибиться Вот в чем Суть Потому что Когда человек На негативе Он подвержен Более ошибке Чем тот человек Который на позитиве И может контролировать Себя Ну в тех или иных Дело не в этом Вот не зря говорят Возлюби врага своего Потому что Если ты его ненавидишь То ты Его ненависть И притягиваешь Я об этом говорил В своих видео Да 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 Любить надо Когда он этот Кто там Александр Или кто говорил Он говорит Я иду в магазин Там Мне говорят Сразу Сейчас полицию вызовут И он говорит Сейчас приедут Эти мусора Быки Потом Винотавры Потом Политетские А потом Оказывается Там Человеки При такие же Как он Приедут Вот он Возлюбил Возлюбил Понимаешь Осознал Что Нету Границы Между ними Они равны Перед творцом То есть Они братья А и сестры Там Приедут Ну как Можно бы Брата И сестру Ненавидеть Алле Да 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 Я слышу Слушаю Слушаю Что ты там У тебя Процессор Совсем Зависает Я же думал Я тебя Потерял Нет У меня тут Просто входящий Был Я отклонил Входящий Звонок Я слышу Тебя Хорошо Слушаю Ну Что Какие еще Вопросы Или все Процессор Кипит Да Процессор Кипит Вопросов Много Я сейчас Просто Не Я ролики Если что Если что Можно будет Видишь Уже повторяться Если что Если что Можно будет Если что Тебе Перезвонить Потом Какие-то Вопросы Будут Как Мне под роликом Написали Комментарии Вот про Женщину Секретар Этой Комиссии Кто-то Написал Комментарий Я По два раза По два раза Не повторяю Не повторяю Я говорю Просто Подзависаешь Уже Да И в такие моменты Я не знаю Смотрел фильм Мир Дикого Запада Это Сериал Да Сериал Да Первый Там Второй Сезон Я первый Сезон Раз 24 Смотрел Посмотри Советую Да Некогда Хотел Посмотреть Не добрался Там Вот Как раз Про нас Про таких Которые Зависают У тебя Бывает Такое Что Ты Зависаешь Мыслительный Процесс Зависает Может быть Ну да Мыслительный Процесс Понятно Что Не физически Не физически В таком же плане Шел Раз Такой Тормознул И стоишь И Не двигаешься Я не знаю Ясно Понял Благодарствую За разговор Извини Если что Не так Разместить Могу Что Сделать Разместить Для всех Чтобы У всех Процессоры Начали В нужном Направлении Да Пожалуйста Пожалуйста Конечно Разместить Хотя Хотя На процентов Это Девяносто Работать А то У всех В основном Простое Че Сказали Извини Че сказали Извини То и делают Конечно Конечно Размещается Ротор же Опыт Кто-то Пойдет Вот так Вот Чтобы Не делали Таких Же Ошибок Как и я Сделал Я вот Буду Слушать Там Что-то Какую-то Информацию Кто где Мы Делимся Опытом У нас Общие Ты Вот На своем Канале Вы Выкладываешь Опыт И ошибки Не ошибки Опыты Людей Где-то Он положительный Где-то Он там Отрицательный В любом случае Опыт Проживания Нет Ты Неправильно Осознаешь Че я делаю Я не опыт Выкладываю Чей-то Я выкладываю Как сказать Методику Осознавания Че ты делаешь Методику Осознавания Да Понял Вот сегодня Я тебе Помог Осознать Хоть что-то Конечно Помог Ну а ты Хоть знаешь Как в будущем При возникновении Любой Новой Ситуации С чего Нужно Начать Чтобы Осознать Эту Ситуацию Ну вот То что Ты Рассказал В том Плане Чтобы С позитива С негатива То есть Мысли Вот эти Перебирать Так же И на Ситуации Конечно Нет Почему Потому что Ситуации Разные В жизни И правильно Что-то Сделать Или неправильно Вот как Я в суде Видишь Взял Ну и Облажался Подав Паспорт И сказал Да Я такой-то Такой-то Без проблем Нет Я тебе Вопрос Я тебе Вопрос Задал Как Повысить Свой уровень Осознанности Как Осознать Ситуацию Мысль Там Или Поступок Действия Нет Я не Понял Этого А говоришь Ясно Это Я не Понял Так вот Напоминаю Напоминаю Если Ты Забыл Начинать Нужно Вопросов К самому себе Зачем Ты Зачем Ты Это Сделал Почему Ты Так Сказал А Ты Правильно Вообще Сказал А Может Надо Было По-другому Сказать А Зачем Ты Паспорт Отдал А Тебя Кто-то Просил Отдавать Ты Заметь Что Я Начинаю Всегда Общение С Вопрос Есть У Вас Какие Это Вопрос И Сам Вопрос Задаю Двигатель Я Давно Уже Говорю Эту Фразу Еще Лет Десять Или Пятнадцать Что Двигатель Прогресса Это Вопросы Вот В фильме Этот Замысел Там Говорится Про Вопрос Зачем Самый Главный Вопрос Зачем Не В том Смысле Что Зачем Стоит Тот Или Иной Предмет То Зачем А В смысле Зачем Для Чего В чем Смысл Этого Действия Этой Мысли Этого Поступка А что Будет Если Я Сделаю Немножко По Другому Или Наоборот Вообще Делать Не Буду Или Сделаю Дважды Вопросы Вопросы Миллион Триллион Вопросов У тебя Должен Возникнуть А вот Когда У тебя Будет Есть Такая Пословица Правильно Заданный Вопрос Уже Содержит В себе Ответ И Вот Когда Ты Задаш Триллион Вопросов То Тебе Ты Не то Что Ты Можешь Сам Попытаться Найти Вопросы Так Они Еще И Сами Эти Ответы Будут Приходить Вопрос Это И Есть Проявление Воли Вопрос Это И Проявление Воли Когда Ты Задаешь Вопрос Мысленно Или Устно Тем Самым Ты Хочешь Получить Ответ Логично Логично Да Ну Так Вот Задавайте Сами Себе Вопросы И В виде Интуиции Приходят Ответы Получаются По-разному 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 Творец Общается По-разному Всеми Доступными Методами И способами Через Других Людей Через Ситуации Через Мысли Через Перегоревшую Лампочку Через Кошку Которая Перебежала Дорогу Через Телевизор Вон я Иногда Телевизор Включаю Специально На 5 секунд Включаю И вот Мне особенно нравится Этот канал Дисней Там с мультиками Вот там Сразу ответ даю 5 секунд Смотрю Сразу ответ Получаю Выключаю Все Ничего себе И прям В точку Именно то О чем я думал И именно тот ответ На который у меня был вопрос Понял Ну ты мне можешь сказать Не просто интересно Твое мнение Что такое человек Человек Это абстракция Абстракция Да Ну вот что такое животное Ну ладно Я тебе это Перегрузил Подожди От меня Обработка Этого процесса А то перезагрузка Перегрузка Будет Человек Это абстракция Человек Вот если Открыть там Это Задать В гугл Или еще куда Нибудь вопрос Что такое человек Там будет написано Биологический вид Живого организма Там Млекопитающий И т.д. А дальше Что такое человек Состоит из Мужчин и женщин Ага Так ты кто Абстракция Ты кто Абстракция Или мужчина Мужчина Ну А говоришь человек Если ты и говоришь Человек То ты тут же Должен пояснять Что ты не просто человек А человек А человек Мужчина Человек Мужчина С именем Хозяин имени Игорь Или с именем Игорь Можно сказать Не так И так можно Не важно Главное Что ты разделил Себя И имя А если ты говоришь Я Алексей То ты назвался именем Ты назвался именем Имя что такое Это наименование Вот ложка Это не сама ложка Это название ложки Ясно? Да Опа Подожди Подожди Подожди-ка Секунду Ложка Это не ложка Это название ложка Да Слово ложка Это не сама ложка Ложка Она по-русски ложка А по-английски Она спун Или там как Форк А нет Спун Спун Да По-английски Она уже спун Но ложка-то Одна и та же Ну тогда можно сказать Что это железка Тогда просто Да Хорошо Да Вот эту железку В форме ложки Назвали ложкой В форме ложки Да Назвали ложкой Да Вот ребенок Увидит ложку И он не будет знать Как она называется Он скажет Дай мне вот эту железку Да-да-да Железка Она магнитит Вот и железка И все Да Ясно Вот оно развлечение Теперь понятно Это развлечение Это ложка Это название Да Что это ложка А перед тобой Вот смотри Вот к этому К Александру Приезжают полицейские В форме полицейских Вот Из-за того Что они надели форму Он уже их Называет полицейские Но приехали Это человеки Либо там Либо мужчина Либо женщина Правильно Правильно Ну А он А он думает о них Что они полицейские Так они Он думает о полицейские Да Он уже разделяет Их и себя Да Уже разделил Нет Он им образ создает Если он подумал Что это полицейские То они и будут Вести себя с ним Как полицейские То есть они будут Искать правонарушителя Ага Да Буквально А если он подумает Что это приехали Человеки Такие же Как он Так они и будут С ним разговаривать на равных понятно понятно а я видишь когда пришел на суд вверху ну этот апелляционный участвуем не рассказал про это я думаю да кто они такие вообще мантии отделили еще никто то есть ну как бы принижал их от утра и равновесие выравнивать они не поставили на место нить они тебя не ставили на место ты сам себя на место поставил там себя там себя ты вот через эти мысли то что ты им послал только тебе вернулась они зеркально отразили они у них начали возникать такие же мысли а кто это такое все пришел назвался табуреткой что-то возомнил тут из себя какого-то живого еще и в разделении какие-то дают зеркально все происходит зеркально это все равно подойти к зеркалу и сказать я не знаю кто ты но я тебя побрею типа того понимаешь да пошел и побрился все подошел к зеркалу а там не бритый ну я тебе говорю ну да да тут ты конечно с утра проснул ты подходишь я не знаю кто ты но я тебя побрею и все и начинаешь бриться вот это же самое в суде происходит ты приходишь думаешь ах вы гады все такие раз такие но они к тебе также начинают относиться и это происходит на бессознательном уровне на все они начинают конечно да так как ты как ты смотришь на них конечно более того я тебе скажу что я знаю людей которые у них есть дар незрячимися называют потому что они зря от в корень как говорится зри в коре так вот они видят такие на тонком плане это все как это на самом деле происходит там обмануть и на тонком плане никого невозможно там все видно там все видно да и они рассказывают вот вот они рассказывают что на самом деле происходит Как это происходит? С виду, кажется, ну, пришел что-то там, сказал, ну, вынесли решение и ушел. А на тонком плане там целая эпопея на 20 сериалов. Понимаешь? Да, 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 понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, еще вопрос. Можно тебе задать такой, ну, личностный? Питание у тебя, какое питание? Чем питаешься? Питаешься мясом, то есть употребляешь мясо, вот... Без разницы. Без разницы. Но это не влияет. 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 Мясо влияет на осознанность? Мясо, оно влияет на агрессию. Если ешь мясо, у тебя больше агрессии. Но это не говорит о том, что если ты съел мясо, то ты все, ты обязательно будешь агрессивным. Все зависит от уровня осознанности. Вот тебе пришла, вот ты съел мясо, если бы ты сегодня, ну, допустим, ты сегодня не ел мясо, все, тебе будет поступать меньше негативных мыслей. Так называемый чертик, который слева сидит, он будет молчать. Ну, это я утрирую все. А если ты съешь мясо, у тебя этот чертик начнет, он получит энергию, он начинает, он начинает беситься. Вот тот самый бес, который это, начинает это, руководить человеком. Да, да, да. И все зависит от тебя. Если ты осознаешь, что это не твои мысли, а его, то есть он тебе начинает что-то там диктовать, то ты можешь останавливать это все. Самоконтроль называется. Вот тебе приходит мысль какая-то, иди там, ударь того-то. Я вот не пойду и не ударю, даже если придет такая мысль. Не хочу. Ну, питание, питание, оно все равно как-то сказывается вот именно на мыслях, на спокойствии, на этом вообще, ну, это присутствует, да, в питании? Конечно. Ты говоришь, ты не придержишься никакого там рациона, ничего вот такого. Да какой у меня рацион, о чем ты говоришь? У меня сплошные труды, у меня просто времени нет заниматься своим рационом. Что есть, то и поел. Все. Понял. Понял. Если бы я занимался своим рационом, своим внешним видом там, своей одеждой там и т.д. и т.п., у меня бы на это, на осознание не осталось бы времени. Вот чего они и добиваются. Каждое утро чистите зубы, брейтесь, ходите, стригитесь, стирайте одежду, гладьте ее постоянно, выглядите с иголочки. Одевайтесь по моде, да, одевайтесь по моде. Постоянно покупайте новую одежду, гладьте ее, накрахмаливайте, используйте косметику для женщин. Что там еще? Ну все вот это вот. Да, 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 это все отвлекает от жизни. Да, смотрите обязательно новости, ходите на работу. И вот это все, все, все. А вечером пришел, душ принял, чуть-чуть покошил и все, и спать. И некогда подумать о чем-то. Ясно, ясно. Сюда, прав на сто процентов. Прав. Об этом тоже вон в фильме «Замысел». Посмотри, очень это мудрый фильм. Это чей, наш фильм? Да, наш фильм, да? Да, ну, в кавычках наш. Ага. Он все в общем обязательно. Там в самом начале говорится со стороны мальчика, что ему мама говорит, «Давай, иди учись, иди занимайся тем и этим». Он говорит, «Если я буду заниматься тем, что это, ну, то, что все делают, у меня не останется времени на то, что я хочу сделать жизнь». Да, люди теряют себя, когда становятся такими, как все. Все, то есть человек, индивидуальность потеряна. Стадное мышление, стадный инстинкт, он преобладает, и все. Ну, во-первых, невозможно быть, как все. Невозможно. Мыслить, как все, можно же. Мыслить, мыслить же, не можно как все. Нет, невозможно. Ну, вот все мыслить так, что нужно платить, допустим, за ЖКХ, и большинство платят. Ну, просто они хотят, как все быть. Я вот в этом плане имею в виду. Невозможно быть, как все. Невозможно. Возможно быть, только, только, как ты. тебе возможно быть, только как ты. А если ты делаешь такие же действия, как все, я имею в виду, тогда это как получается? Не могут все люди делать одно и то же. Все дышат по-разному, все ходят по-разному, все одеваются по-разному, все мыслят по-разному. Невозможно быть, как все. Быть, как все, это значит быть все время разным. Одновременно. Ходите в юбке и в штанах одновременно. Вот все же ходят в юбках и в штанах. Да. То есть, одеться, как все, это одеть и юбку и штаны одновременно. А, ну ты понял, ты разделил в этом плане. Это абсурд. Ну да, да, да. Я хочу до тебя донести, что быть, как все, это абсурд. Невыполнимый. Да, да, да. Глубоко ты просто сейчас зашел. Я понял. Ну это, какой глубоко, это вот на поверхности лежит. Вот я хочу получить профессию, как все. То есть, ты буквально сказал, что я хочу быть доктором, парашютистом, космонавтом, там, гинекологом, проктологом, там, учителем, и все, 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 все перечислил. Одновременно причем. Хочу быть, хочу профессию, как у всех. Ага. Ни одну из профессий, как у всех. А хочу профессию, как у всех. Есть разница? Да, да, конечно. Конечно. Понял, все понял. Благодарствую за разговор. Благодарствую за уделенное время, да, но все-таки это ресурс, наш самый главный, это время, я думаю, в этой жизни. Время не имеет значения, если потраченное время стоит той осознанности, которую получил. Ну да, согласен, согласен. Буду смотреть ролики, буду изучать эту тему, очень интересно. Я забыл, ты дал добро, подожди, ты дал добро на размещение? Да, конечно, если разговор будет кому-то полезен, я думаю, конечно, раскладывайся. Ты сам, ты вот смотри, я тебе даю добро, да, но ты сам смотри, нужно ли это наш с тобой диалог для кого-то? Нужно, многим нужно. Значит, размещай, конечно, размещай. Добро. Благодарствую. Все, благодарствую. Давай, шлю. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова